Следующий вопрос, который я хотел осветить, и который меня часто спрашивает, как заниматься. Ну, я как бы не настоящий сварщик, но могу рассказать о том, как занимался я. Занимался я каждый рабочий день. Вот эту штуку я принес на работу, положил на стол, собственно, она вызвала некий интерес. Подходили большие мужики, пытались ее сжать. Для этого, собственно, и надобится лампочка, которую надо зажечь. Люди сжали, думали, что они сжали, но лампочка не загоралась, и, в общем-то, вопросы все отпадали. И это достаточно сильно стимулировало. Так вот, занимался я каждый день где-то по 20 минут. Как происходили занятия? Ну, первонаперво, если вы приобрели терминатор у меня, что бы я советовал, это сделать небольшую нагрузку и просто поиграться им. А какая беда у новичков, когда они первый раз берут вот этот прибор, он у них, наверное, начинает как-то перекашивать. Как-то они сжимают, и он у них немножечко стает боком, криво. Но это всегда бывает, это в любых видах спорта. Например, если вы делали... Штангу поднимали, наверняка вы делали жим. Наверняка первый раз у вас штанга норовила завалиться или вправо, или влево, или еще как-то. Но впоследствии такая проблема вообще... Такая проблема исчезает. Собственно, так же и с терминатором. Буквально через три дня вы приловчитесь, и вот как у меня, у вас совсем не будет никаких проблем в перекосах. Я думаю, что через неделю вы найдете его очень удобным. Еще как плюс, от всех вот этих вот таких древоохватных, от всех ведерочно-хватных эспандеров остаются мозоли неприятные вот в этих местах. Собственно, вот здесь вот никаких... вот этими местами вы не беретесь, никаких мозолей не образуется. Так вот, я советую неделю где-то поиграться, просто вот как бы с ним поваловаться, посмотреть, как он там удобно, не совершая больших нагрузок. Вот. Но через неделю где-то можно уже приступить к тренировкам. Первонаперво это разминка. Вы делаете... вот это очень легко. Делаете самое простое натяжение, и делаете примерно 20 где-то сжатий одной и другой рукой. Как бы, ну, достаточно легкое должно быть натяжение. Вот. Примерно где-то через две минуты вы уже затягиваете так, чтобы вам было очень тяжело. И вы делали, вот, вот как бы так не спеша, вдумчиво, 6-8 сжатий. Вот. Ну, собственно, через две минуты еще 6 сжатий. Вот. И так вот по 6 раз где-то 4 раза. Последний раз нагрузка должна быть такая, что последний раз у вас должно получиться не 6, не 8 раз, а там 3 раза, 4. Значит, вы нагрузку подобрали правильно. Вот. В этом случае вы ослабеваете и доделываете еще 3 раза, чтобы сделать полностью 6 раз. Вот таким способом я, как бы, ну, поднял свой уровень примерно с 40 килограмм вот на этом терминаторе, да, 50. Но вот сейчас вот я могу сжать 55 килограмм на этом терминаторе. Помимо этого я еще контролировал, вот, у меня был такой динамометр. Называется Bodycraft BSD-706. Вот. Достаточно капризная штука, вот. Ну, вот сейчас вот я, вот, если видно, не видно, 82 килограмма выжил. Вот результаты по обычной динамометрии у меня тоже росли. Примерно где-то с 70 килограмм я выжил. В начале занятий и я закончил где-то 93 килограмма выжимал. В чем минус вот этого девайса? То, что он рассчитан максимум на 90 килограмм. После того, как он 90 килограмм ты выжимаешь, он тут пишет ошибка. Собственно, после этого у меня и пропала охота дальше заниматься. Ну, вот вы видите, что я тут больше 80 килограмм, не разогретый, выжил. Совершенно, как бы, уже практически приблизился к этому пределу. Поэтому я, как бы, не советую вам его покупать, надо что-то купить более серьезным. Почему надо, как бы, заниматься именно таким образом, как мне кажется? Это правильный способ. Вот. Очень интересный вопрос, вот, химии, мышечной химии, что у вас происходит в мышцах. Это достаточно интересно, я прочел книгу в трех томах, называется «Как подтянуться сто раз». И вот второй том полностью посвящен химии мышцам. Давайте я вам кратенько расскажу, мне кажется, это очень интересно. Для этого, вот, мне даже понадобится такая вот, листочек с карандашами. Вот, я хочу вам рассказать, как немножко про химию. Вот, вот тут вот мы график нарисуем. Вот мышцы, вот мышечное волокно, допустим, одно, да. Оно сжимается под действием аденозин-трифосфата, так называемый АТФ. Это самое главное, основное горющее, которое поступает, которое содержится в наших мышечных волокнах. Так вот, в самом мышечном волокне содержится столько АТФ, чтобы обеспечить нагрузку в течение двух секунд. Через две секунды топливо в мышечной волокне, ну, заканчивается. То есть, вот если мы, вот это график времени, Т, и мы обозначим вот АТФ, вот тут вот две секунды. И как только мы начинаем делать, вот наш начальный уровень АТФ. Когда мы начинаем делать упражнение, он стражу стремительно падает. И, собственно, столько, две секунды должно продолжаться сжатие нашего эспандера. Как только количество АТФ начинает падать, он сразу начинает генерироваться из гликогена. Вот, допустим, наш уровень начального гликогена. И уровень гликогена тоже начинает заканчиваться. И примерно он, как бы, заканчивается, вот, допустим, это пороговое значение, после которого мы не можем уже осуществлять упражнение. Его просто не хватает нам. Примерно он заканчивается через 30 секунд. Ну, у разных людей по-разному. Ну, будем, так, как среднее, принимать 30 секунд. Вот, собственно, вот это то время, которое отводится для того, чтобы сделать все 6 наших сжатий. Мы должны уложиться в эти 30 секунд. Таким образом мы обеспечиваем максимальную нагрузку, которую мы даем мышечным волокнам. И после этого мы должны дать себе отдых. И гликоген начнет, как бы, восстанавливаться медленно. Что происходит у нетренированного человека? Гликоген восстанавливается медленно, медленно, и, может быть, даже не достигает нашего первоначального уровня. У тренированного человека гликоген начинает довольно быстро восстанавливаться. И, как гласит главный эффект тренировки, этот эффект называется суперкомпенсация, он восстанавливается не только до предыдущего уровня, а чуть больше. То есть, в какой-то момент времени мы имеем гликогена больше, чем мы имели в начале выполнения упражнения. И этот момент, собственно, нужно экспериментально подгадать. Примерно он наступает через 2 минуты. После, ну, не начала тренировки, а вот 2 минуты 30 секунд. И в этот момент мы должны начать делать второй подход. Если вы прождете дольше, там, начнете через 5 минут, уровень гликогена опять упадет до нашего, как бы, начального уровня, среднего. Поэтому через 5 минут второй подход делать, как бы, бессмысленно. А через 10 и тем более. Нам нужно начать именно второй подход в пик. И, собственно, вот эта, примерно, такая вот кривая, уровень гликогена в крови, она примерно вот так вот, и вот так вот, где-то, вот, ну, понисходящий. Ну, вот немножко неправильно написал. Вот, вот, как бы, вот начальный уровень, потом он выше, чем изначальный уровень. Второй бугор, может быть, тоже выше. Ну, а потом все ниже и ниже. И вот, собственно, на этом принципе, как бы, и основана вся тренировка, что она, весь подход должен занимать 30 секунд, а время между подходами должно где-то 2-3 минуты. Вот. И получается, что вся наша тренировка, ну, занимает не более 15 минут. Ну, собственно, вот столько вам нужно заниматься времени, 15 минут, 15 минут в день, чтобы сделать, как бы, ваши руки сильными. Я занимался два с половиной месяца. И, собственно, за два с половиной месяца я на динамометре улучшил свои показания с 70 до 90 килограмм, а на терминаторе с 40 до 50. Вы можете спросить, почему такие цифры, почему на терминаторе выжимается примерно в два раза меньше, чем вот полной кистью. Но ответ очень простой, потому что, когда мы сжимаем полной кистью, у нас задействованы два сухожилия, и глубокое, и поверхностное. Когда же мы сжимаем одними пальцами, вот, то задействовано только вот одно из сухожилий. Поэтому разница в результатах, вот она в два раза отличается. Как раз вот просто, ну, как бы вот, не в два раза, чуть-чуть побольше я делаю пальцами. Ну, потому что у меня, вроде как, длинные сухожилия сильнее, чем в средние. То есть прирост чуть меньше, чем в два раза. Ну, собственно, так и должно быть. Ну, вот, собственно, и всё.